Всем привет! Я Гела и сегодня, девочки, я хочу продолжить с вами вязание из квадратиков. В прошлом видео по квадратикам этим, я оставлю ссылочку внизу, в прошлом видео я показала вам, как вязать вот такой вот бабушкин квадрат. Ну вот в итоге, раз уж у меня их так много набралось, я решила объединить их все в одну какую-то вещь. И сегодня я решила показать вам, как соединять их, чтобы получилось ровненькое, гладенькое полотно. Девочки, вот опять же в прошлом видео я очень подробненько, близко показала вам и рассказала, как соединять вот эти вот квадратики. Поэтому сейчас, ну вот вроде бы видно здесь, но подробно я на этом останавливаться не буду. Сейчас хотелось бы сказать о том, что все эти квадратики мы можем объединить вот такими, какие они есть, разноцветными. Но в данном случае я решила их сделать, как бы объединить одной, вот у меня был моток, довольно большой моточек нитки, но правда она гораздо тоньше, чем те, из которых я вязала квадратики. И вот поэтому я взяла эту ниточку и обвязала вот эти квадратики, только уже не по три столбика, как мы их вязали, а сделала по четыре, потому что все-таки нити до раза тоньше вот этого, что я взяла. И в уголках я сделала не одну воздушную, а две воздушные петли. Таким образом я все-все-все эти квадратики, что мы в прошлый раз вязали, все их обвязала. И они как бы стали объединены в единое такое вот, ну как сказать, не совсем уже пестрое-пестрое цветовая гамма, а вот в единое такое вот фон бордовый сделала им. Вот. И теперь, значит, мы соединяем вот эти квадратики. Ну вот вы видели, да? Сначала я положила шесть квадратиков. Вот мне нужно соединить. И вот этот первый ряд мы связываем так же, как я вам показывала в прошлом видео. Прямо не обрывая нити, подряд-подряд мы связываем три квадратика. Ну, повторюсь еще раз, вовсе не обязательно их объединять одним каким-то фоном общим. Ну, в принципе, это, ну, такая красивая тема получается. Вот у меня были бордовые ниточки, они даже слегка с лорексом там. А можно на черном фоне очень красиво смотрится. Ведь не зря же в витринах ювелирных магазинов вот эти вот, всю эту ювелирку на черном бархате показывают. Все-таки вот эти вот камушки разноцветные, драгоценные, золото-серебро, все это вот на черном бархате смотрится очень красиво. Вот. А эти квадратики у нас тоже как разноцветные камушки на черном будет смотреться очень красиво. Ну, в данном случае вот бордовые. В итоге берем, значит, третью пару квадратиков и вот таким образом их связываем между собой. Девочки, вот для тех, кто не видел первую часть, да, и кто не умеет вязать крючком, попробуйте. Посмотрите первую часть, там настолько все подробно-подробно, медленно, близко, крупным планом. Я все-все-все рассказала. Вы запросто свяжете и вам очень понравится. Обязательно откройте инфобокс, это под видео, там вот слово «Еще». Нажимаете на него и открывается все там, ну, внизу все это вот описание. Там найдете ссылочки все и посмотрите. Ну, вот понятно, да, два ряда, значит, мы соединили, отрезаем ниточку, получаем вот такую вот штучку и идем за третьим рядом, то есть за третьей партией квадратиков. Вот они, третий. Таким же образом подсоединяем их к нашему, значит, вот к нашим элементам. Вот мы связали, значит, собрали сколько нам нужно. Ну, а теперь мы связываем вертикальные ряды точно таким же образом. Ну, вот, девочки, у меня, конечно, недостаточно квадратов там на большой плед, да мне он, честно говоря, и не нужен. Я в прошлом видео показывала готовые свои работы, поэтому, раз уж навязала я в Сочи вот этих квадратиков, решила, ну, сделаю, ну, давайте пусть это будет шарф. Вот я уже сейчас в мастерской, видите, связала вот этот большой шарф. После того, как вы соединили все рядочки, получили полотно целое. По краям таким же образом обвязываете, если вам нужно, опять-таки, обвязываете пару рядочков там или сколько вам нужно по краешку и получаете вот такую вот вещь. Шарф получился прям теплый-теплый и такой, ну, в принципе, вполне он хорошо смотрится. 2,30 длиной и 33 сантиметра в ширину. И мне кажется, я, наверное, еще по рядочку добавлю по краям, там чуть побольше будет, 35 сантиметров в ширину. Ну, вот такой шарф у меня получился. И вот еще хотела девочке подсказать. Вот я сейчас в мастерской нахожусь, да, мне нужно будет унести его домой, наверное, сегодня. Подскажу вам такую вещь. Вот этот шарф у меня готов. Я принесу его домой и я его постираю. Я его прям замочу в мыльной водичке, с порошком водички. А, предварительно вот эти вот наизнанке там какие-то, если есть у меня, всякие ниточки, позаправляю, что-то отрежу, там приведу в порядок, значит, максимально, там, насколько возможно, да. И потом замочу. И даже немножечко так потру в мыльной водичке. Потру, потру. Все. Потом, значит, как обычно, постирали, разложили, там он высох, значит, все. Вот к чему вот эта стирка нужна в данном случае? Вот, ну, на мой взгляд, по крайней мере, там, где много у нас ниточек торчащих, узелков, понимаете, этот шарф, эти ниточки, они как бы сваляются слегка между собой. Вот валяльщицы поймут сейчас, о чем я говорю. Сваляются и не будет вот этого торчащего эффекта, понимаете. Не будут у вас торчать эти всякие там ненужности. И шарф как бы в единое целое полотно соберется. Это не обязательно. Я это решила сделать только лишь потому, что у меня разные нитки здесь задействованы. Ну, и кое-где там это. Мне нужно вот в единую ее, как бы, такую, в единое полотно собрать без всяких там неровностей. Вот видите, я выложила образцы почверка вязаного. Вот смотрите, даже в модных коллекциях сейчас это настолько модно. Вот видите, вот из этих квадратиков вы можете навязать, насобирать все, что угодно. Когда вы освоите вот этот квадратик, приславливая бабушка. Вот на черном фоне, видите. Можно вот на белом фоне, как все это смотрится. А вот, смотрите, два цвета всего. И такое прям милое-милое сочетание. И шарфы, и сумки, и кофты, и платья, и все, что угодно вы можете вязать из этого бабушкиного квадрата. А вот эти покрывалы, например, это один большущий бабушкин квадрат, который вы начали с самого маленького кругляшочка, как вот в прошлом видео мы показывали. И вот связали такие большие пледы, какие вам нужно, чтобы не соединять между собой. Но мы, как правило, видите, из разных остаточков, там из мелочи всякой, пособирали эти квадратики. Ну, то есть у нас вот немножко построта. На белом фоне, видите, как красиво смотрится. Ой, что-то я прям затороторила. Ну, в общем, девочки, вот такое видео у меня сегодня получилось. И еще хотелось бы сказать, я вот где-то читала в интернете, там женщина одна пишет, говорит, если есть ярлычок, что это Дольче Габана, ну, вот сейчас модные сумки как раз из квадратов от Дольче Габана, то, мол, это шедевр, это шикарно и дорого продается. А если то же самое, только без ярлычка, то фу, это стремно, некрасиво, никому не нужно, не буду носить. Так вот, девочки, даже не вздумайте, если вам там скажут какую-то ерунду, там деревенщину, там мне вот тоже писали, какую-то деревню делаешь, даже не вздумайте, не обращайте внимания. Когда вы набьете руку, когда вы научитесь почувствуете цвет и так далее, сумеете это все, то совершенно ничего сложного. Вы можете вполне стильные, модные, хорошие вещи для себя делать. Никогда не обращайте внимания на злодеев. Вяжите с удовольствием, вяжите на радость себе и людям, окружающим вас. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Заходите по ссылочкам, все ссылки я оставлю внизу. А я желаю вам всего хорошего и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok